Видно, нет? Да. Видео? Пришлось дома повозиться, пришли мастера тут и подправили. Что-то во время разговора с вами случилось. Вы заново повторите все вопросы, какие были. Хорошо. Потому что не записались там, про что-то вы говорили. Я понял. А вы заметили, это уже второй раз у нас так. Мы все записываем. Вы не против, что в интернет выставляется? Нет, я не против. Говорите, пожалуйста. Помните, уже второй раз у нас такой казус. У вас тут целая аппаратура. Я не могу сказать. Второй раз такое случается. Но это не все время. Да. Это чисто черти в воду. Чисто без общины. Так и не хотят они, чтобы я видно с вами пообщал. Ну вот видите, все-таки направили, вышли. Да. Ну слава Богу. Слава Богу. Ах что. Вот да, сразу просто еще уточнить насчет благословления. Когда вот от выки сказано, и в храме прославляли, и благословляли Бога. Вот разница. Прославляли и благословляли Бога. То есть прославляли, понятно это. Ну, славить Бога. А благословляли еще раз. А вот когда говорит, Господи, благослови нас. Мы не говорим славословить нас, а благослови. То есть создай благо, и чтобы это исполнилось. Все было хорошо. В семье, на работе. Это значит благословение. И написано, благословляющий вас благословен будет. А проклинающий вас сам проклят будет. Это говорится об евреях. Никогда не злословь евреев. Я вас прошу просто. Всех. Это первое начальное благословение, которое нам дает Господь. И последнее это десятина, малахи. А между ними все остальное идет. Так вот, это понятно. Я просто подвожу слово. Но когда говорится, что благословите Бога люди, а как, написано, без всякого прикословия, меньше благословляется большим. Не священник епископа, и не ребенок отца. Но старые люди уже понимали это. Вот когда наступает Великий пост, я помню, у нас мама, священства не было. Но вот это было. Друг перед другом кланялись и просили благословения у родителей, а родители у детей. Видите как? То есть мы должны благословлять друг друга, а не проклинать. Благословлять, то есть желать блага. Словословить – это возвышение третьей ступени словословия. То есть равных ему нету, ему слава, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже наш. А благословлять, славословим мы слава отцу и сыну, а благословляем, благодарим за все, что Бог нам дал. Как все премудро устроено. И мы возносим, зная, что Он благ, никто не благ, только Бог за благо, которое Он дал. Потому что когда мы говорим, вот этот человек, он любит другого, но у нас любовь от Бога. Всякое доброе даяние от Отца Светов идет. А Бог сам по себе является самосущественным. Он любовь ниоткуда не берет, Он сам есть Бог, есть любовь. А человек не есть любовь. У него это идет от кого-то. Этот луч падает на него, и он возгорается. А Бог сам по себе истина. У нас если истина есть, это от Бога. Если мы любим добро друг друг делать, от Бога. А Бог ниоткого не берет. Самосущественное благо, самосущественная любовь, самосущественная истина. Я есть путь, истина и жизнь. И когда говорят, благословляйте Бога, то есть славьте Его за все благодеяния, милости, которые разум постигает и не постигает. А словословие, когда не понимаем вообще ничего, словословие выше благословия. Выше. Потому что тут мы славим за благо, а там вообще не осознаем ничего. Просто аллилуйя, поем свят, 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 Господь, Савао, вся земля полнослава Его, аллилуйя. То есть первая ступенька просительная. Дай, помоги, сохрани, защити, пронеси. Вторая, благодарение за то, что просил, получил, и за то, что не получил, благодари. А третья, я не нуждаюсь ни в чем, только аллилуйя. Но это ангельская ступень. И поэтому в церкви молитвы все время переплетаются. Господи, помилуй, это первое. Дальше идет благодарение. Ты свят, Господи. Мы Тебя благодарим. Благодарим. И третье славословие. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Ну, я понял вас. Благословляйте все равно, что благодарить. Да, да. Тоже славен. Да, за благо, за благо. А он благ, и не благ. Никто не благ, только один Бог. Благ, то есть хороший. Мы говорим, человек хороший. Нам бы даже есть хороший по благодати Божией. Понял, я вас понял. А когда говорят вот так, что у каждого человека душа по природе христианка, мы должны пояснить, какая. Первозданная Адама, да. А у нас рождается ребенок с языческой наклонностью. Капризы. Он в Адаме все умирает. Он уже в нем смертная кровь течет. В нем смертные все эти, которые передаются ДНК и все остальное. Все смертельное. И поэтому сегодня по природе душа язычница, но не христианка. Это мы Тортуляну подсказываем. Ну да, второй вопрос я перед этим задал. Благословение у священника надо всегда выбрать такого. Уж не молодого, который явно, да, по канонам он уже до 30 лет поставлен. Какого от него, да, можно ждать благословения, если он, ну, как бы, недействительный священник. Уже надо найти такого священника, у которого можно будет, ну, причаститься. Потому что, как вы дальше говорите, святые отцы, священник благословляет, а Господь Бог не благословляет. Ну, какого он священника, если он молодой? Надо найти уже такого, уж хотя бы, это же не каждый раз, не частое дело, уж исповедаться, причаститься, ну, скажем, ну, нормального священника, скажем, рукоположенного и в возрасте принявшегося сам в 60-летнем. В общем, находить такого, а не просто абы кому. Правильно? Опять же, в этом показывается свобода совести вашей. Если вы узнали, уже не надо экономия разная. Да вот сейчас не хватает священников, ты не... Такое слово, по-русски оно не звучит, по-славянски оно крепко, бледословие называется. То есть пустословие. Это слово не ругательное. Оно и в церковнославянском написано так. Поэтому не надо, и, говорит, любят, чтобы льстили слуху. А в славянском языке чешем ее слухом. Ты, говорит, меня не причесывай. Слова-то какие. И поэтому найди такого. Вот у нас никто 30... Раньше 30-ти лет из знакомых наших никто не рукополагается. А у нас были священники, приезжали. А они у нас. Меньше 30-ти лет. Он как рядовой стоит и молится. Три года молился, пока 30-ти лет не исполнился. Мы не под благословение не подходим, ничего к нему. Ну, понял. Кстати, вот сейчас увидел Володя. Привет ему большой. За камерой стоит. А блин, конечно, тебя увидел. Да. Слышал ролик, когда ты тоже рассказывал о рождении свыше. Как бы оно очень поучительное. У вас своя история была. У него своя. Вот, я думаю, просто как бы пожелание. Так вот, у вас вообще не вы знаете людей, кто рожден свыше, кто нет. Вот составить бы такой ролик, чтобы каждый рассказал о себе, как он родился свыше. Просто у каждого свои разные судьбы. И вот интересно посмотреть, как, у кого это происходит. У нас уже написано. Вы зайдите на наш сайт. Сайт, знаете? Да я на сайте. И там книги, книги. 15-й, 16-й том. 84 свидетельства уже записаны. А, понял вас. 15-й, 16-й том. Я записал. Все, вопрос у меня. И там адреса обратные, телефон. Можно позвонить, поговорить с людьми с этими. Все, понял. Притом люди сами писали. Я ничего не добавлял, кроме эпиграфа сзади. Хорошо. Простой такой вопрос. Вот что отвечать, когда, допустим, говорят, просят, прости. Если отвечают, Бог прости. Там как бы более правильно, как ответить на вопрос этот? Ну, не Бог прости, это как бы утвердительно, что мы знаем. А когда говорим да, это пожелание. Бог да простит тебя. Слово да надо добавить. Бог да простит тебя, да? Бог да простит тебя, это значит, я пожелал, но не знаю, простит или нет. То есть, мое искреннее желание. А когда говорят, Бог простит, я утверждаю, не хоть какой-то и будет, он простит тебя. Мы русскую речь свою унизили. Поэтому иногда от священника, вот, в своей жизни, ну, вообще бывает в передачах, Бог простит. Но это, я так тоже думаю, вроде как неправильно. Бог да простит тебя. Да, именно так старцы всегда отвечали. Бог да простит тебя, щадо мое, да благословит тебя. Это пожелание. А я об этом молиться буду. Ну да, кто-то попросил, значит, так ответил, и это самое правильное. Да, именно так. Понял вас. В некоторых церковно-славянских местах, читая Святые Годства, встречается там фраза, когда искушал демон, это, дьявол Христа. Есть такой вот привод. Иди за мною, сатану, Иисус ответил. А в нашем синодальном переводе, отойди от меня, сатана. Большая разница. Так я его спеша говорю. И вот мы везде, именно в церковно-славянском переводах часто встречаются. Иди за мною, сатану. Значит, это неправильный перевод, по идее. Понимаете, мы говорим не о переводе, а о другом языке. Это другой язык. Это другой язык совершенно. Это нам кажется. Ну хорошо, я вам сейчас говорю. Выну, что означает выну? Выну, это вот из кармана. Выну, руку. А когда читаем по-славянски, означает всегда. Это совсем... Мы говорим как? И в животе твоем, во свете вынужден, как? И в гробном живот дарова. Ну он стоит с таким животом, говорит, а мне Бог даровал. Живот означает жизнь. Ну я понял. Ну там еще такой, иди за мною, сатану, Богу моему поклонимся. А здесь отойдет меня, сатану. Правильно? Здесь абсолютно два разных смысла. Он как бы его... Совершенно. Тем более, если сходное. У нас на русском языке сходное звучание. Это никак нельзя допускать. Это извращение в уме. Но тот перевод неверный получается. Я не о переводе говорю. Может по-славянски там с какими-то дальними переходами, может оно и означает то же самое, что отойди. Может быть. Такой смысл. Но так как он сходен с русским, а русский язык говорит, что следует за мною, то надо убрать было это. Это вводит в заблуждение. Я говорю о переводе. Перевод звучания, может он и правильный, но в значении русском он переворачивается другое. Не проще, а иди ко мне. Это разные направления. Ну да. И вот, кстати, тут же походу сейчас мысль такая. Вот на литургии очень много времени тратится на церковном славянском. Больше времени ты слушаешь и ничего не понимаешь. Тут на русском не всегда понимаешь, потому что слишком быстро тараторят. А на церковном славянском, считай, и так время дорого. И вот я слышал, вы же хотите, да, или как предлагаете, что перешли на русский язык. По-моему, это самое будет более правильно. Человек пришел, как вот Шурин заходит, говорит, пришел, время выбрал, час постоял, ни хрена ничего не понял, развернулся и ушел. Так хоть хотел какое-то слово, что слышать, Боже. А это так час простоял, но подошел, говорит, свечку поставил, минутку-две помолился и ушел. Но это же, по-моему, самое правильное будет, правильно? Если вы зайдете на наш сайт, на нашем сайте, и там вверху, на главной странице написано «Крестену православию книга». Да-да. Вы ее ткните, и там по оглавлениям, смотрите, о слове. Там столько подробно, что святые, Кирилл и Мефодий, что говорил Феофан Затворник, непременно нужно, чтобы понимали. А почему же это так? Непременно в языке. Почему же так священцы этого кремятся? Чистая прихоть какая-то. Осипа, правда, восславляет церковно-славянский язык. Это уже мертвый язык, его никто не знает. До столько времени, попробуйте его изучить. Ну, Осипа, вы ли, говорить, это трусость. А то от трусости трясется старик, бритый. Нельзя бриться, нельзя галстук носить, он все это делает. И теперь вопрос, а зачем он так говорит? Боится, что его спихнут. Ему давно бы на пенсии быть. А он все это, он сколько их людей-то перепортил, конца края нет. Вот они оттуда выходят, вот такие вот жлобы. Только деньги и корысть, и деньги, трусость и корысть. Таких учеников воспитал. Ни одного героя нет. Почему у Портопо по вакууму не было таких учеников? Потому что сам герой. Ну, я так и думал примерно, да. Ну, конечно же, пришел, послушал Слово Божие. У тех же протестантов, везде. Пришел человек, он услышал Слово. А это много, непонятно ничего. Упростить всю эту ритургию. Ну, понятно, уже как есть, так и есть. Тут уже каждый сам выгребает. Ну, сам выгребает чтением вот это вот. Ваши сейчас очень... Да, этот сайт богатейший, конечно. Еще раз благодарю, что такой человек, да, Господь послал. А вот на нашем видеоканале сейчас выставляется жития. По-отдельному, жития святых. И смотрите, это я насчитывал еще в 80-х годах. Все 12 томов жития святых, они мной насчитаны. 1173 жития. Ну, что это? А они говорят, а он сектант. Ну, какой сектант будет жития распространять? Ну, маленько, да думайте. А слово сектант ругательное, и он лепит. А когда начинаешь, говорит, раскольники. Так раскол-то Никон сделал, а не Аввакум. И сейчас кто раскол делает? А Патриархия делает раскол. А зарубежные 13 разных юридикций пошло. Все перевернут. Коли-то топор, а не чурка. Кто чурку расколол топор? Кто это предложение сделал на признание канонического общения? Кто? Кто это ввел-то? Люди манкуртами стали. Вы знаете это слово? Ну, примерно. Ну, если не знаете, то зарядите слово манкурт. Манкурт. В Яндекс. И вы выйдете на Щенгиза, Этматова, Роман Плаха. Ну, я понимаю, это все равно, что зомби. А, нет, нет, это буранный полустанок. Буранный полустанок. И там это все прочитайте. Там сейчас в фильмы поставлено, показано это. Манкурт это совершенно ничего не соображает. Это зомби это придумано, а манкурт это натурально. У него шапочка верблюжья приросла, и он не может еще не думать ничего. А что сказали, туда и бежит. Вот такие патриархийные в основном все. 98 процентов. Как патриарх, как и второй говорил. Они не слышат, не понимают. Да вот я как раз вот, когда впервые с вами познакомился, после Кураева, когда он о вас отозвался, что такой человек, и вот послушал, и уже я регулярно, каждый день слушаю вас понемножку, но слушаю, как нападают вас, ну все такое, как вы отвечаете с ними. И вот слушая вас, и вообще то, что творится, и как на вас нападают, вот события двухтысячелетней давности, они вот прямо жили сейчас. Вот когда читаешь Евангелие, думаешь, как же эти священники, там книжники нападали на Христа, вот это вот, на апостолов. А вот сейчас это время, вот слушая вас, что творится в данном случае, вот церкви нашей православной на Руси, события вот реально живы. Вот смотришь и представляешь, вот оно, время вернулось, как бы, пожалуйста, в реальности, в действительности все это. За что они нападают-то? Они уже сколько судебных процессов готовили на меня, в Почаево, везде. Ну выйдите. А мне говорят, что они, говорят, самоубийцы. Так вот именно, возьмите, выйдите, в открытый бой, как говорится. А то книги мои судят. Я говорю, да эти книги еще столетия будете расти. А они написаны в пророческом духе. Как? То есть я брал от пророков и вставлял, никому не угождаю. В каждой книге около трех тысяч ссылок на Святую Библию. Что тут говорить-то? Так вот именно, да. И чем больше, да, и раньше, и вас вот слушаешь, убеждайся именно, что Господь будет судить по слову, которое я, не я буду судить, а слово, которое написано, будет судить вас. Нет ничего святее, важнее Библии, правильно? Уже отошли многие от Библии, да. А тут еще слышу, там есть одна друг, женщина. Священник запрещал читать Библию в синодальном переводе. Это, говорит, вредно для вас. С ней пообщался просто удивительно. Как священник может такое говорить? Когда вас слушают, что вы ездили по деревням, оно как-то, понимаете, далеко было. А когда я своими глазами с другом, ну, с женщиной друг, мне это пишет, говорит, но это в голове не укладывается. Как можно такое было? И вообще, из уст священника такое. Ну, правда, ответил, что это черт в рясе. Так, Александр, не удивляйся. Когда апостол Павел прощался, то он в милит вызвал из Ефеса пресвитеров и епископов и говорит, это 20 глава, 29 стих, и будут на них говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Это их доход, это бизнес церковный. Чтоб свечки покупали, платили за мертвых, за живых. Это мародеры церковные. Господь вымел деньги всем, даже платить святую десятину, и на этом все закончилось. Наша община, она настолько уникальная, что они от злости лопаются. Они никогда не дорастут до этого. У нас как один человек, все молятся. Смотрите, мы знаем, как причащаются, как собрания идут. И мы все выставляем, ничего даже не отрезаем. Почему? А мы не боимся. А они боятся везде, где-то прячутся, закрываются. Почему? Потому что трусость и корысть делают их такими жалкими. И поэтому они ни на баптистов, ни на мусульман не нападают, только на меня. Они Осипова не трогают. А что они его будут трогать? Они из одного кошеля все вывалены. Ворон ворону глаз не выклюет. Я говорю только то, что Господь хочет, чтобы мы все спаслись. Никто не оказался опоздавшим. А они ненавидят. Господь говорит, я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Вот и все. Это так было. Апостол Павел говорит, если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Это несовместимо. Они рабы, жалкие рабы-манкурты. Которые нападают, их называют патриархиное кодло. То есть куча собаки собрались, а они еще не делают. Каждый день вокруг моей колокольни. Кто у меня в друзьях, вот с вами поговорю. Они сейчас на вас всякую... А это Лапкин такой-то, они обязательно вас искать будут, чтобы долить грязью. Они еще не успеют. Да мне это по барабану, как говорится. Вопрос такой. Вот Иисус Христос... Неважный вопрос, но все же. Вот длинные у него были волосы. Или как вот на плащанице, кстати, с этой плащаницей. Ну, по плащанице, судя по всему, у него были длинные волосы. Ваше мнение какое? И, кстати, что ты такой... Первую очередь, он не был Назареем. Он не был Назареем. Ни одного дня. Волосы на определенный срок, ну, допустим, самое большое было 5 лет. Обед брали они. И волосы не стригли. А через 5 лет волосы остригали. Он не был Назареем. А почему не был? Да потому что, говорит, он друг пьянисом. Он пил вино. А Назарея не должен был губы мочить даже. Он не должен был виноград есть. Даже косточки с винограда нельзя. Люди не понимают ничего. Или вот введение во храм Богородицы. Трехлетнюю девочку, 15 ступеней и вели во святая святых. Что ей там было делать, когда там окон нету? Там куклы играть нельзя было. Когда предсвященник, патриарх тогдашний, один раз только в году мог зайти туда. Если бы она хоть один раз зашла, ее сразу бы убили. Люди вообще не понимают ничего. Вот Антоний Блюн, митрополит, это об этом говорит, что это выдумка все, монашеская. И зачем это было надо, кажется, так спрашивается. Вы придумали этот момент. Ну оставили бы этот эпизод. Нет, зачем-то придумали. Монахи, монахи. Бог сказал, идите по всему миру и пропадайте Евангелие. А они стены построили, самое сильное, крепкое, мужественное, засасывали и там гибли, не давая потомства. А вот оно и мусульманство и пришло. Это все их вина. Да, насчет монахов, это весьма печально, что столько времени, да. А кресть идет о сотнях тысяч монахов, которых заблокировали. А это могли быть проповедники. Иоанн Златоус это понял, когда в ссылку потащили. И давай монастыри распускать, отправляйте в Англию, пускай идут проповедуют. Ну, просто уточни. Значит, у него волосы не такие, как на иконах рисуют. Мы не знаем, но только скажем, длинные волосы были только у Назареев. Длинные волосы, Павел говорит, Павел, это сам иудей. Если мужчина растит волос, это бесчастье для него. Не может быть бесчестным наш Господь. Они вообще не понимают, люди, что делают, говорят. Надо знать еврейские законы. Вот у нас причастие совершают на квасном хлебе, а у католиков на пресном. И на меня нападают. Я говорю, не могло быть квасного. Если квасный вкусит семь дней, это наступили дни опресников. Его сразу убили, Христа. Никакой голгофы бы не было. Они не понимают, о чем говорят. Пасха и дни опресников, это одно название. Ну, у нас оно есть, я признаю, квасное. Зачем обманывать? У католиков на пресном. Первоапостольская церковь всегда на пресном. Почему? Мы же берем от евреев веру свою. И написано, что уничтожить всякий хлеб. Кто квасное вкусит, да будет предан смерти. Еще непонятно, что это страшная угроза. Они даже ребятишек своих посылали в подпол смотреть в крысиные норки. Не затащили ли туда, чтобы все запечатано было? Чтоб крошка не попала? Я понял. А они не понимают, люди, ничего этого. Почему? Страха Божия нет, и Бог не просвещает. Покинул. Тут дело не в понимании, в дело отдачи Господу. Если ты отдался Богу, то Серафим Саровский сказал, стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи. Я говорю, и что? Было такое у него? Не было. А у кого было? За 200-летний у кого не было. А к нему и шла вся Россия. Ну, вся Россия поднялась, надо было, в 17-м году. Друг против друга, красный. Какие мирные, когда бойня началась, гражданская война. Еще непонятно, что это слова он не мог это сказать. Это выдуманка. Ну да, полная безбожия. Александр, прямо говорит Давыд, я мирный, но только я заговорю, а они к войне. Я молчу, я хороший, но как я только сказал, что надо Христу всем умом служить. Вот выходит староста в церкви и говорит, братья и сестры, у нас тут люди появились бородами. Пояса носят, это как американские шпионы. Еще придумали жить по Евангелии, дорогие братья и сестры. Да кто, когда жил по Евангелии, вы подумайте, что они говорят? Это в храме. Выходит настоятель и говорит, тоже люди появились у нас. И говорят, что надо жить по духу, а не по плоти. Да кто, когда жил по духу? А ему священники в алтаре говорят, батюшка, так так написано. Опять накапывают архиерею на меня. Ну понятно. Они не знают Бога, страха Божия нет. Еще с них спрашивают, за них только молиться можно. Так а вот эта вот плащаница все. Тут понятно, непонятно, истина она, неистинна. Читал я много о ней, там и Кураева, они там целую небольшую пробу о плащанице говорят. Вот спас же не рукотворный, как будто бы с нее нарисован. Нет, не нарисован, это царь Едесский, Авгарь, он болел проказой. И когда он послал Христос туда, Христос взял убрус, убрус это полотенце, и приложил к себе, и отпечатывался. Это может быть, это Христос. А тот утерся и выздоровел. Но когда узнал, что евреи его распяли, он решил с войной пойти отомстить евреям. То есть он не обратился к Богу. Ну, а теперь плащаница, это никакого отношения к тому, не имеет к нерукотворному образу. Никакого. И поэтому никто не знает, кому принадлежит. Да, это кровь, определили. Определили примерно, откуда происходит из Палестины. Ну, анализ показал. Там пыльца какая между ниточками попала. Это можно. Мощь, я, кровь. Это может быть разбойник лежал какой? Никто не знает. Все остальное только придумки. Да кого-то исцеление. Исцеляются люди везде. У кришнаитов, у буддистов исцеляются, у мусульман. Это не доказательство. Господь по любви дает исцеление. А не ради плащаницы какой-то. Ну, это я спросил уже так, для общего сведения. Я не верю в это, потому что была назначена комиссия патриархии. И там два сопредседателя было. Павел Флоренский, директор геологической академии. И Иоанн Экономцев, архимандрит. И они исследовали мироточение. И в конце вывели, вывели, наконец. Не чистая ли сила над нами издевается, а мы голову ломаем. Народ наш тупой, невежественный. Я говорю, здорово, приехали. Почему баптисты никогда не скажут, что народ тупой? Потому что учат их. А когда слепорожденный пришел, они говорят, народ этот невежда в законе. Вот он невежда. А вы его довели до этого состояния-то. Не учили, а все по славянам. Травили его непонятным языком. Отстоял службу. Отстоял, как будто столб какой. Ну да, именно, что отстоял. Спал, что я? Ну да. Такой вопросик. Попалось в Евангелие слово «товарищ». Уже в то время слово «товарищ» существовало. Как бы в их понимании, в том времени, что означало? Но не то же, что, наверное, как у нас сейчас при коммунистах употребляли слово «товарищ». Ну, знаете, если тысячелетия люди разговаривали, какое-то слово надо было брать. И какой-то флаг надо было придумать. А все это, Соломон говорит, уже было под солнцем. Товарищи, а это разве плохо? Идут два товарища. То есть близкие друг к другу, готовые встать друг за друга. Я просто когда-то читажа удивил, мне попало слово «товарищ». Ну, как-то на глаза думал. Уже в то время «товарищ», оно как бы уже существовало. Ну, в том праве «приятель», можно сказать. Но какой смысл? Это у них вошло, как господин говорит. Всех назвать господами. Вот, допустим, англии «лорд» или «гертом». А он, может быть, тебе не господин совсем. А его так принято называть. Ну и все, ваше сиятельство. А какое сиятельство? Там прокуренный князь блудов. Понял. Ну, тебе это. Являются вот ли души умерших? Или это явление ангелов? Вот как тоже посреди москва считал. В образе тебе может быть умерший человек является. Но это может быть, скажем, ангел в образе твоего близкого отца или прочего может явиться. Да? Нет, как правило, в абсолютном большинстве является демон. Демон, чтобы обольстить. И поэтому на это нельзя прилагаться. Это вы во сне говорите? Да. Если во сне вы видели крест, крест, это на сто процентов от Бога. Если креста не было, тут уже надвое. Это бывает не надвое, а на трое. Первое от Бога, сон может быть. Второе дьявол навеял. И третье от заботы, от переедания. Понял. Ну, вот о смерти. Бывают многие святые. Одни боялись смерти. Но Павел не боялся. Он хотел разрешиться уже от смерти. Он перешел до таких видомал. Эту грань, что ему смертью. Смертью он не боялся. А многие те же самые святые сейчас. Ну, не помню кого. Многие. Перед смертью даже боялись. Ну, как бы самой смертью именно. Боялись перехода вот этого. Это естественно. Естественно. Это страх смерти страшен. Вот почему Пафнутий Боровской никого не принимал в последний день. Говорит, сегодня день страшный для меня. И все человеческое. И суд Божий далеко не человеческий. И князь пришел, и ему не разрешили зайти. Вот и все. Мы идем на суд Божий. Он называется неподкупный. Там никакие... Никто не поможет. Вот интересно. Когда Хрущева-то выгнали, он дома там был, писал свои мемуары. А его не везде. Он смотрит и в туалете стоят. Ну, тут-то что вы могли слушать-то? Мои звуки я издаю. Старик говорит. Им говорит. А вот ты тут солгал. Он говорит, мне зачем лгать? Мне пора уже идти ответ давать. Вот и все. В трудную минуту. Что страх боялся смерти, вину не ставится. Ставится вину отречения. А если он боялся и выдержал, вот это награда за это. Я вот, когда окончился, у меня суд-то. Но потом, когда я вернулся из тюрьмы, из лагеря-то, я говорю, ну вот вы на суде были. Как со стороны выглядел я? Ой, как вы вели себя мужественно. Вы этих КГБСов громили, советскую власть Ленина. Я говорю, совсем не так. У меня внутри все сжималось и тряслось. И я боялся, потому что у меня грозила статья в два раза больше срока. Но нигде это не проявилось никак. А зачем вы говорите, люди к вам будут по-другому относиться? А зачем мне ложные? Не надо. Я трусливый, боязливый, но благодать меня укрепила. Я нигде не сдался. Меня никто не вербовал. Первый допрос, я начал КГБшников обращать к Богу. Все. И поэтому они поняли, здесь не надо даже позориться. Всем предлагали сотрудничать. Мне никогда не предлагали. Первый допрос, я больше половины времени трачу на то, чтобы сделать его христианином. Следователь обратился к Богу. Начальник тюрьмы умер по-божески. По-христиански. Вот и все, я могу показать результаты. Но я все время боялся, что я бесстрашный, я не боюсь. Бывают моменты, где на ножах дрались, я в середину там втесался и разнял их. Я делал, как будто не я был. И все. Я боюсь всего. Каждый день боюсь. А сейчас вот допустим, ну разницы нет, что я не 50, что вам там каждый день можно допустим умереть. Это понятное дело. Но у вас сейчас присутствует, ну вот, если задумываетесь об этом, страх смерти. Я не о смерти говорю, а то, как бы Господь не отступил. Я не о смерти говорю, о страх-то. Совсем нет. А изменение обстановки, в которой я окажусь не таким. И поэтому я все время прошу, укрепи меня, Господи. Страшится плоть моя, и душа моя трепещет, как Давид, когда говорит, встал я, где там пучина увлекает меня. Укрепи меня, Господи. И обстановка. Вот. Человек куда-то идет. Вот сейчас бы я встретился с Путиным, а он сказал, ну, я сейчас еще у власти. Проси, чего ты у меня хочешь. Вот. Никто не догадается, чего бы я попросил. Я говорю, я додумать не стал. Сразу попросил бы у него. Помоги сделать раскрутку сайту моему. Чтобы миллионы людей узнали. Мне не важно, обратятся нет. Чтобы они узнали, что было такое невиданное сокровище. Наш сайт, наш YouTube. Чтобы они на суде Божьем не имели отговорки им дать понять, что это хорошо. Чтобы враги умолкли все. Такого сайта нету. 50 книг насчитано моим голосом. Понимаете? Да вам бы эфир выйти в прямой, вот как на телеканале Союз, хотя бы пригласили бы вас, чтобы именно на всю страну вещать. Не знаю. Я знаю, что, конечно, они вас не пригласят, потому что это будет сенсация. Это гром ясного неба. Как я говорю, не то, что ледяной душ, там все отморозят головы немного. Ну вот говорят, что бы ты просил, когда идешь в тюрьму? Ну я с людьми-то беседовал. Ни один не просил того, что я просил. Задал год ареста, я все время молился и молился. Господи, не оставь меня, дай мне дух молитвы. А баптисты, которые сидели уже по два срока, говорят, а что это такое? У меня день превратился в сплошную молитву. И везде, где бы ни был. На пять частей, по полтора часа, псалтырь за два дня, просчитываю тысячи поклонов и каждый день. А с восьми до десяти проповедь идет. Никто не слышал про это. Благодать Божия. Она обильно меня обхватила. Я как на крыльях летел. Пять тюрем, лагерь смерти, как называют. Это не игрушка. Я как будто ничего не видел. Это Бог сделал. Моего там ничего нету, только благодать Божия. Иначе, просто чуть-чуть уточнить. Я имею в виду сейчас, вот как я понимаю, думаю. Ну просто, не то, что не хочется умирать, но так-то жалко оставлять этот мир. Вот в этом плане. Я знаю, написал письмо-то, что меня в ИГИЛ-то переправили. В Сирию. Президент написал. Ответ пришел, что получили, поблагодарили, но положительного нет. За это время изменилась обстановка с Турцией из-за сбитого самолета и проще. Я знаю, и иду на верную смерть. И об этом молюсь, и я один. У меня программа, чтобы не меньше года пробыть среди них. Более подходящие кандидатуры я написал, трудно найти. Во-первых, это возраст. Возраст. Я ясно, что не боевик. Я знаю, как относятся они, как с окалом. Дальше. Я знаю Коран. Целая книга у меня написана в сравнении с Библией. 18-й том, открытым оком. Дальше. Мои все родственники, которые там были по деду, всех были прекрасные отношения с мусульманами. То есть у меня все содействует тому, что можно попробовать меня отпустить туда. А что бы делали там? А вот это моя программа, она скрыта пока. Я не могу никому ее открывать. Но только скажу, что она будет выражаться в том, чтобы дали комнату отдельно, где я мог бы молиться и беседовать, когда они пожелают. Главное мое пребывание это молитва. Молитва. Ну, я понял. Очень-очень мало таких людей, как Павел, которые бы желали бы разрешиться с телом и быть со Христом. Это уже видно, я понимаю, тем людям, которым приоткрылось немножко Царствие Божие, хоть одним глазком, как Павел его увидел или кому приоткрывалось, те уже именно хотят покинуть эту землю и соединиться. А кто этого не видел, поэтому вот этот трепет, он и есть, да? Ну, так получается. Господь укажет. Господь, говорит, найдет жертву свою. Как я с одним познакомился, а он умный очень, парализованный. Умница просто, герой нашего времени. И он с первого дня говорит, я вас понял, вы желаете умереть за Христа. Я исповедник, но я не мученик, я живой остался. Если я сидел, это исповедник. Другой только познакомился, ну, зачем вы едете в Чечню, в Турцию, мы же проехали это все, шесть мусульманских республик, ну, вам-то уже крышка, вам все равно нету. Ну, людей-то зачем тащите, никто нас не тронул. К нам мусульмане относились по-братски. Они помогали нам. Вот я, кстати, Аснак спросил, ну, я понял насчет смерти этот вопрос, да. Аснак спросил, это было давненько, было мне 38, приснился сон, мне товарищ в Царстве Небесном, уехал на север, пушниной занимался, там, на звероферме. Ну, правда, недолго прожил, через полгода пропал, по весне нашли полтела, а в одном месте полтела, в другом, в общем, перепелинили его. Ну, такая судьба. Это как-то он мне снится, и во сне говорит, если переживешь дату 40 лет, значит, жить долго будешь. И что интересно, ну, мне было 38, и вот, если какие мероприятия было, всегда, ну, опасался, был очень осторожен, ждал это все-таки, хоть подневольно, но все равно-то, мысль была-то 40 лет, скоро вот. И вот у меня 25-го день рождения, для января, 24-го вечера, ну, друзьями немножко, в то время я еще так, немножко выпивал, можно сказать, и на кухню 24-го числа пошел воды попить, поскользнулся, упал головой, ударился. Жена говорит, слышу какой-то грохот. Ну, вот пришла, если бы мне жены не было в доме, он, можно сказать, бы и умер там. Вот ударился оглозно, нагреть лежал, там, может, пена изо рта, или еще что, ну, в общем, она меня привела все в порядок. Вот, думаю, насчет сножия спросил. То есть, Крестова я не видел, мне вот этот товарищ уже умерший, приснился, и вот думаю, ну, у нас насколько точно, завтра день рождения, туда день рождения оставалось 2-3 часа, а я вот со мной вот такое 24-го случилось. И вот думаю, как бы пророческий, что ли, сон такой, можно сказать, был. Возможно, да? Возможно. Вот ангел бывает, ангел пробуждает. Я же к тому и говорю, что вот это явление умерших, понимаю, что души, они сейчас где-то в определенном месте не находятся. Они не могут являться нам. Это, скорее всего, под видом, ну, ангел под видом умерших является. Ангел. Мы не будем так говорить. Мы не знаем. Скажем, мы не знаем. Мы будем очень осторожны. Под видом умерших почти очень-очень часто является демон. Я знаю. Это життя святых написано. Иоанна Богослова, там, у всех. Я не всегда-то, я понял. Много предупреждений. Не надо доверять. Ты прими к сведению, но... Да. И все. Ты ему скажи. Допустим, если уже на то нашло. Крест, сотвори Христов. Считай за мной молитву. Слава Отцу и Сыну. Он не может прочитать. Это я всегда не держу. Да. Тот за дверями стоит, а у монахи так. Приходит дверь стучат. Он, кто? А этот отвечает. Считай молитву отсюда. Тот отвечает. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, а который здесь, в доме-то, и ныне и пресное, во веки веков. Аминь. Он говорит, считай молитву, а тот за дверями. И ныне и пресное, во веки веков. Он говорит, я тебе говорю, считай молитву. А Сатана не может первую часть молитвы, там Отец и Сын и Святой Дух. А он считает концовку, а там неопределенно, о чем говорится. И ныне и пресное, может, ныне и пресное, чтобы выпивать, там мало ли что. И он, дьявол-то и хотел подмануть, но не вышло. Ава, то есть был опытный. Понял. Еще, этот же момент, связанный с нами. Вы тоже рассказывали, как-то бывают такие состояния во сне, когда руки, сделаешь легкость в теле, летаете во сне. В свое время, но сейчас последнее, очень редко, но раньше, можно сказать, я практиковал, этим занимался, пытался, во всяком случае, этими духовными, различными опытами. С низа сонда, входишь в это состояние, отрываешься от земли, и уже потом, уже смотришь, чувствуешь, ты уже знаешь это состояние. Немножко, как бы, внутренне напрягаешься, и потом летаешь, да. А летаешь с определенной скоростью, с какой угодно, от квартал, и поворачиваешь, можно поворачивать по прямому углу. Абсолютно. И взгляд куда кинул, в то же мгновение тысячи лета. А вот, во-первых, первые опыты такие, поворот тебя заносит, вот там забор, как бы, скулеживаешься, а смотришь, и как-то тело пролетает сквозь забор. Вот это было первое, думаю, впечатление, такие, надо же как. И потом, ну, уже приноровился, один, второй, так часто сны снятся, уже знаешь, что если занесет, ничего там, тело проходит сквозь него, как будто вражбиом. И вот эти же состояния, я к чему сейчас хочу сказать, они были, да. И вот потом, как бы, сон снится, опять, о, опять это состояние, ну, и начинал, как бы, не то, что баловаться во сне, видаешь, это скорость, чувство легкости, очень удивительно. А потом, как-то, шли две женщины во сне, и, ну, скажем так, не успел немножко затормозить, и сквозь них прошел. А та женщина, ой, чувствую, дрогнула. Ну, я, думал, удивился, даже через людей проходишь, и вообще незаметно для себя. И вот так рукой провел, сквозь ее тела, и даже рука проходит. Вот в тот момент, когда я так провел, ну, это же солнце снится, уже эта бабушка, ой, чертовщина какая-то, своей подруге говорит. И вот они расстались все, разошлись во сне, ну, я потом проснулся, утром анализирую, думаю, это не очень хорошее дело, скажем так, заниматься в этих дней. И потом все реже, 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 и эти, скажем, ну, в эти состояния, уже, скажем, редко стал попадать. Но я думаю, не очень хорошее дело, да, правильно так? Ну, не одобряет святые это, но иногда Господь показывает, что Павел, говорит, был восхищен до третьего неба. А в теле или в не теле, говорит, не знаю, Бог знает. Надо научиться говорить, Бог знает, а я не знаю. У меня было такое, где-то, я никакого внимания не обращаю, мало ли еще, может, я с кровати упал. Говорит, а как ты упал? Я, говорит, не знаю, ложился на кровать, а ночью посмотрел, а меня на кровати нету. А вы знаете, еще в момент, связанный со с нами, бывает, снится звездное небо, но все звезды, не просто они хаотичны, а именно все в картинах каких-то, в пейзажах, в различных рисунках, но все звезды выстроены в определенные картины, получается звездные картины. И вот взгляд не можешь оторвать, а потом через какое-то мгновение такой страх нападает, ужас, что просыпаешься. Это от рукава. Когда ангел Господень, то он говорит, не бойся, возвещай раз, не бойся, а сатана, наоборот, больше страх нагоняет. Тут не надо просто перекрестись и скажи, Господи, помилуй меня, ничего не говори. Даже явится ангел, не верь. И говорит, Господь похвалит, потому что под видом ангела, как Исаакию Печерскому, явился демон. И вот считаем, к Симеону Столпнику, 1 сентября, житие. Это смертельно опасно. Если ты не поклонишься ему, а пришел сатана в виде Христа, Христос, и говорит, поклонись. Он говорит, а зачем? Я, говорит, тебе и так, Господи, кланяюсь, а ты кто такой, я знать не знаю. Это сатана. А вниз-то глянул, когда один поклонился, а там вместо ног копыта, куриные ножки. Ну, просто хочу сказать, такая красота, ну, звезды, но они все именно в таких картинах, только картина не красками писана, а именно звезды, со всеми различными... А он всякое делает. Под видом ангела, говорит, в виде ангела является. Лучше не рассказывать никому и не смотреть кино это. Ну, я понял. Ну, кстати, уже почти давно я этого и не помню. И вот последний нюанс. Когда вот я рассказал насчет летания во сне, что проходишь сквозь тело, сквозь там предметы и так далее, как бы сначала было удивительно, а потом нет. Ну, вот потом я все-таки как бы решил не практиковать это, и со временем, да, уже эти моменты отошли от меня. А вот один единственный случай был такой, тоже связанный со снам, как будто, ну, чувствую я вознесение такое, ну, вверх поднимаюсь. И вот смотрю, допустим, ну, темно, не очень понимаю, что звезд ни одной нету, ни звезд, ни Луны, вообще ничего нету. И вот один такой идеальный свет, ну, скажем, синий, если чуть выше глаз поднимаешь, уже он переходит, он как цвета радуги, уже светло-голубой, только и ты вот находишься и сам в этом свете, и смотришь туда, и вдаль, но этот свет не просто, как я здесь, а небо там, а ты как бы в самом свете там находишься. Посмотрел, чуть выше, допустим, ну, выше, когда начал поднимать, настолько был яркий сверх, но, как вот от сварки смотреть было невозможно, я и дальше не стал голову, допустим, поднимать, опустил вниз, и вот что интересно, в темном фоне я вижу земля, она сжимается и уже как бы сжимается до футбольного уже мяча и такая мысль мелька, а, а перед этим момент, когда я вниз посмотрел, я смотрю, что тела, как такового у меня нету, ни рук, ни рог, ну, вообще без тела, и эта мысль, она меня нисколько не удивила, что как бы я без тела, хотя сознание, естественно, все работает, потому что я ощущал вот эти именно все красоты, и вот когда я увидел вниз и смотрю, что земля вот так уменьшается, уже, думаю, сейчас еще секунду, другая земля исчезнет, ну, то есть, тогда все, ну, грубо говоря, не то, что я умру или погиб, но я больше не возвращусь на землю, но это практически будет означать смерть, но это все мгновенно пролетело, и вот этот вот страх, и, в общем, очутился я на земле, проснулся, сердце бешено колотится, думаю, вот этот момент, как бы объяснить еще? Вы постарайтесь никогда больше никому не рассказывать, и после этого сразу объявляйте пост и молитву, другого оружия нам не дано против лукавого, я думаю, это не от Бога. Я тоже, потому что страх, Селина, проснулся, все, так, сегодня у нас закончен сеанс. Да, слава Богу, спасибо вас, больше вопросов, как раз это был последний вопрос. С Богом. Храни вас Господь, Геннадий Тихонович. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok